Друзья, всем привет, с вами канал Твой Игровой. Меня зовут Денис, сегодня со мной играет Лена и Женя. Поиграем мы сегодня в настольную игру детскую, которая называется Шапка-невидимка. Как мы узнали после первой партии, она не только детская, и играть в неё можно на выживание, как в Робинзона Круза, например. Достаточно такая аналитическая игра оказалась. Ну, это всё мы в конце расскажем, наши впечатления. Настольную игру Шапка-невидимка вы можете купить, например, в магазине Wildberries. Ну, или просто можете ввести в самых-самых известных интернет-магазинах это название, и, скорее всего, она там тоже будет. Ну, какие-то ссылки я оставлю, как минимум на Wildberries точно. И также оставлю ссылку на сайт издательства, которое эту игру производит. Ну, а мы переходим к игре. Итак, какая у нас задача? Нам нужно вычислять верные пары персонажей и шапок этих персонажей. За каждую такую верную пару мы будем получать одно победное очко в конце игры, а за каждую нашу ошибку мы будем получать вот такие вот жетоны шляп. Они будут отнимать у нас одно победное очко. В свой ход игрок может сделать одно из трёх действий. Первое. Посмотреть шляпу. Так, чтобы никто не видел. Второе. Поменять две шляпы местами. И третье. Это, собственно, сказать. Я объявляю... Я открываю шляпу. Да, открыть. И если она совпадает с персонажем, то забираешь эту пару себе, получаешь в конце игры победное очко. Чего нельзя делать? Смотреть шляпу, которую посмотрел в прошлый ход... В смысле, прошлый игрок. Предыдущий игрок. Ну, вы поняли, да? Я посмотрел вот эту шляпу, Женя её уже в свой ход не может смотреть. Только через ход. И менять местами ту же пару шляп, что и предыдущий игрок. Все шляпы находятся... Ну, все шляпы и персонажи, вот эти пары, комбинации, находятся вот на вот этом вот листочке. Иногда мы будем его смотреть, чтобы, собственно, проверить. Но, в принципе, здесь они... Эти шляпы по цвету, по фону, по цвету фона будут как-то вот сразу угадываться. Ну что ж, я первый игрок. И я, пожалуй, начну с действия покрутить рукой. Все, я покрутил, Женя. Шучу, нет такого действия. Так, я посмотрел шляпу и вернул её назад. Играем в детскую весёлую игру. Давайте не будем вот этого... Я на победу. Договорились? Нет? Ты посмотрел, да? Да. Ну, видимо. Посмотрю. Так, окей, Женя. А, да-да-да. Ты меняешь. Понятно. Ну, смотрите, Лена поменяла две шляпы. Здесь два варианта. Либо она уже присмотрелась к какой-то из шляп, и она подходит персонажу. Непонятно, это к этому или к этому. Либо она хочет нас запутать. Что, второе вернее. Но я скажу... Я скажу, я открываю вот эту шляпу. Вот эту шляпу. И меня не обманешь. Так, ну, поехали. В их доплень, я закрутилась. А, да, не в открытую. Закрытую. На место персонажа, которого мы с вами раскрыли. Новая пара. Так, я хожу. Угу. Это не смотрели? Не знаю. Да не ясно. Это на выживание. Да, понятно. Ага, окей. Ну, давай, ты спишь. Ты хотел открыть шляпу, да. Но вообще лучше говорить. Я открываю шляпу. Я открыл шляпу. Ну, окей. Ты открыл шляпу. Возвращается назад. Штраф на очко. И минус один. Угу. Да. Угу. Тоже только что... А, ну, так я же не собираюсь открывать. Хочу минус один еще. Я хочу поменять, например. Ну, да, в принципе. Как вариант. Ну, да. Угу. 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 Уже не открыл шляпу. Да. Лена подошла. Лена. Ну. Уходи. Я смотрю. Угу. Да что такое? Блин. Ой, этот не удался. Коварный. Давай. Ладно, у меня все лишь одно победное очко. Чтобы что-то уходи. Так, ты выходил? Нет. Сейчас Лена ходит. После тебя. Ты же открыл? Теперь Лена. Что ты там все делаешь? Что ты творишь? Двухпальцевый метод замены шляп. Хм-хм-хм. Ты мне предлагаешь одну идти. Открывай. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Она посмотрела ее, она не открыла. Я хочу открыть эту шляпу. Да я же говорил. Да блин. Эх, не людга. Не умеете вы в детские игры играть? Посмотрим. Это кто? Это Шуту. Это волшебник. Здесь дождет. Это мага. Нет? Колдунья. А, это колдунья, это женщина. Хм-хм. Не. Ну, давайте мы ей посмотрим. Интересно, какая предыстория? Почему они вот так все перепутали? Ай, подожди. Ой, пора стереть. Ну, ладно, я другие собрался. Ну, какой-то предыстории прям нету. Ходи. Тут все как на настоящем королевском дворе. Не ясно, что у кого на уме. И каждый крутит, вертит и обхитрить вас хочет. Вот так. Такая не детская игра. Да. Так. Я, короче, попалась на шляпу. Ты не эту смотрела? Я не могу смотреть ту же самую. Так, есть. Опа. Хорошо. Я теперь, да? Да. Да. Цыганка. Дракон. Король. Наконец-то подошла. Кому-то этот шляп. Это ты походила, да? Теперь я похожу. Мне с тобой подходит. Ну, в принципе. Где-то рядом. Да. О, хорошо. Да. Да ладно, ладно. Чё-то. Да чё-то не то, да? Чё ты вообще рискуешь? Да я тут больше всех шляпок взял. У меня ноль победных очков. И ноль. Какой ты рисковый. Ну, супер. Ну, супер. Там уже заканчивается. Да, там уже заканчивается. Хватит. Уговорись. Ты ходишь по балу и у всех шапки сразу. Блин, да? Эй, ты кто? Еее. Собственно, я хожу. Вот, что надо было открывать. Да. Посмотрим. Что вы делаете вообще? Меняем. Играем в игру. Понятно. Пожалуйста. Я же ходил. Так же я уже ходил. А, блин. Ну, что так? Хочешь, это азарт. Ну, ты хотел, честно скажи, эту открывать? Нет. Я хотел вот это открывать, честно. Ну, лучше, честно, открывай эту. Давайте мы все сейчас перемешаем, и все, и будет все нормально. Ну, так будет честно. Ну, блин. И Женя зато сможет открыть теперь ту, которую он захочет. Хо-кхо. Ха-кхо. 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 Хах-кхо. Игра закончится в тот момент, когда всего три персонажа останется. Тогда подсчитывай. Ты поменяла карту? Угу. Я открываю вот этого персонажа. Угу. Это я на удачу просто. Удачи. Лия, я хожу. Ты же взял. Да? Да. А, это Лена вытащила. Я думал, это её ход. Ну что? Ты ходишь. У меня салф подходит. Пока у меня минус один по бедночку. Да. Ну если я поставлю, то будет очевидно. Ты сейчас возьмишь и захапываешь. Ну то что я не знаю. Зачем ты рассказал? Зачем ты рассказал? Во-первых, во-вторых, там всегда выбор из двух. Ты же не знаешь какая что? Тут моя только задача угадать. Что это? Да ты меня запутываешь. Я всё понимаю, да. Ты меня так не запутываешь. Есть. Всё. Всё. Женя, ходи. Хорошо. У тебя даже не надо остров нового. Да. Ах ты. Мэйл. 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 Сейчас, подожди. Мэйл. Мэйл, штрафные очки. Мэйл. Мэйл, дай-ка я угадаю эту шляпу. Лена Единственное Это же не шляпа А сумка Ладно, я смотрю Зрителям кайфово от этого Что за дичь Давай все перемешивать Это один из способов Кстати, я его только что Ну, в плане того, что в правилах Ничего нет о том, что вы Вдруг случайно посмотрели Но мне кажется, это самое честное Сейчас Лена ходим Да, блин Конечно, все заново надо Исследовать, ну что делать Нет, я рушу твои планы Все, вот у нас такой какой-то раунд Ах, ты такая вот, молодец Так, я молодец Молодец Так, ладно Сейчас будет напряженно Раз, два, три, четыре Раз, два, три, четыре Минус один Можешь смотреть Смотри, она сейчас свою плюмаш 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 А я открою Блин, это все перечеркнуло всю мою стратегию И вообще Да не может быть Да что такое-то Вот всю игрушу побеждал Побеждал Латыш такой есть Друг у меня такой Побеждал Я уже запуталась Максимально Вообще Сложнее играть Чем мечи-кар Че, тут одна карта-то осталась Одна комбинация Ну давай Скажи, что ты открываешь А я открываю вот это На удачу Ну все Подсчитывай победные очки У меня Два Давайте-то смахнем с до стола Что у тебя там У тебя сколько Кстати, у тебя может быть Нормально Два 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 У тебя Четыре Ну, понятно Конечно Лена победила Давайте вместе За нее Порадуемся Ну что Я хочу сказать Что на самом деле Я не ожидал Что здесь будет Место Такому Просчету Тактики И Азарту Я вам покажу Еще здесь есть Такие вот Четыре шляпы Невидимки Они могут Использоваться Они тоже Могут Замешиваться Их можно Брать себе Для того Чтобы Как раз Отменять Эффекты Штрафных очков Но мы Играли без них Потому что Мы как бы Взрослые А это с детьми Если играть То самое то Ну класс Она с шести лет Прям на память На какую-то Дедукцию На блеф Вот все В ней есть Все, что нужно Для шестилетки Все, что нужно Знать об этом мире Шесть лет Капиталистическом Да Капиталистическом Поэтому Здорово Я Ожидал меньше Вот так скажем Но чтобы на двух Всего лишь Я знаю, что Есть игры С похожими механиками Вот Женя вспомнил Нуар, например Но Здесь все так По-детски Ну в плане Оформления Да Все-таки такая Адаптированная Для детей она Ну если Говорить про Нуар В общем Если сравнивать Механики Вот Мне понравилось Очень здорово Круто, что всего лишь Две Две колоды карт Фактически Из них вот такая Игра получилась Какие бы я Предложения Внес разработчикам Это побольше бы сделать Хотя бы Или каждому игроку Вот такие памятки дать Или Сделать одну большую Ну Не всегда Удобно смотреть Но потом С опытом Ты понимаешь Что очень важен Еще фон Вот видите У каждой шляпы Такой же фон Как и у персонажа В принципе Уже карточка Не нужна была Вот Что скажете? Здоровско Не понравилось Здоровско? Здоровско Что делать? Женя Хорошая Аналитику Проведи Аналитику Шляпа Не соответствует Реалиям Как можно Такую шляпу носить Почему у меня такая Как на волосы? Это волосы Да Ладно На самом деле Хорошая игра На память На внимательность Да Такой вот Блев тоже присутствует Да Как-то Лучше для себя Какую-то комбинацию Провернуть Ребен с бабулей Должен играть С бабулей? Почему? Да Бабушке память Надо тренировать А И ребенка И они должны Сойтись где-то В середине Их тренировки Да Ну вот Да Все тогда Спасибо большое За просмотр Всем пока Друзья С вами был Денис Лена Женя С любовью Канал Твой Игровой 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 Субтитры создавал DimaTorzok